МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ирина Никешина. Здравствуйте. 27 ноября в эфире телеканала Север вышел в эфир материал о 89-летней жительнице Наринмара, избитой собственным внуком. После оперативного вмешательства прокуратуры Неницкого округа на факт семейного насилия мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение. Подробности в нашем выпуске. На заседании комиссии по социальной политике депутаты обсудили оказание зубопротезной помощи жителям округа. Депутаты рекомендовали профильному ведомству изменить порядок и условия предоставления компенсации расходов на зубопротезирование. На Ямале определены победители интернет-конкурса «Поющие голоса». В номинации «Самый оригинальный выбор песни» для перевода на Неницкий призовые места достались нашим землякам Александре Фоминой и Сереже Дедушкину. Две недели назад в эфире нашего телеканала мы рассказывали о труженице тыла, которая оказалась жертвой домашнего насилия. Бабушку избил родной внук. После выхода репортажа в выпуске новостей о этой шокирующей истории заинтересовались в окружной прокуратуре. Начались проверки, а накануне мужчина, избивший пенсионерку, был задержан. Возбуждено еще два уголовных дела. Прямо сейчас все подробности. Это кадры из репортажа, вышедшего в эфир 27 ноября. 89-летняя труженица тыла Маргарита Концевая рассказывает о страшных событиях. В тот вечер пенсионерку избил родной внук, причем в ее же квартире. Бедная бабушка так и не поняла, чем провинилась перед дебоширом. Избил меня, избил, чуть не убил меня тут. Пришел, пришел как-то вечером, уже после ужина, пришел выпившим. И ни с того, ни с чего, ни слова не говоря, ни я ничего не говорила, ни он ничего. Вдруг начал швырять стулья и бить меня, поударил по голове, хмотал меня. Крики пенсионерки услышали соседи. Внук заперся в квартире и не открывал дверь, поэтому пришлось привлекать спасателей. Когда дебошир успокоился, с него лишь взяли объяснение. Задерживать тирана не стали. Тогда родственники Маргариты Концевой обратились в редакцию телеканала «Север». После выхода в эфир репортажа этой истории заинтересовались в окружной прокуратуре. Начались проверки. Дело в том, что после того, как внук сбил потерпевшую, это филифицируется по статье 116.1 Уголовного кодекса. Это дело частного обвинения, однако есть исключения, если дело возбуждается в согласии прокурора, в случае, если лицо не может самостоятельно защищать свои права. В данном случае у нас как раз-таки в силу пожилого возраста налицо этот факт. Однако органы полиции как бы пренебрегли этим, направили дело напрямую в суд для рассмотрения, и суд, усмотрев нарушение, в том числе в связи с неправильным составлением документов, вернул данные материалы в полицию. На Ринмахске, межрайвным следственным отделом следственного комитета также проводится проверка по факту возможного наличия преднака состава преступления по факту смерти матери нашего подозреваемого, поскольку там по заявлениям самой потерпевшей имелись факты также применения в отношении насилия. Но здесь уже будет выринято процессуальное решение по фактам проведённой проверки. Во время следственных действий 89-летняя бабушка боялась возвращаться домой и была вынуждена жить у своей племянницы. Родственники пытались самостоятельно решить проблему с отсутствием временного жилья и обратились в социальные службы. Там предложили лишь дом престарелых или кризисный центр при комплексном центре социального обслуживания населения. Поэтому прокуратурой Ненецкого округа была также проведена проверка в отношении социальных служб. Проверка установлена, что концевая Маргарита Ивановна является получателем всех социальных выплат. Вместе с тем было установлено, что по одной из выплат заявление от неё в органы социальной защиты не поступало. Это выплата компенсации 50% стоимости по оплате жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время органами социальной защиты населения организована работа по сбору необходимых документов для назначения данной выплаты. А что же внук? По требованию прокуратуры Управлением Министерства внутренних дел возбуждено два уголовных дела по 119-й и 126-й статьям. Это угроза убийством и незаконное лишение свободы. Подозреваемый был задержан и водворён в изолятор временного содержания. Он не отрицает, что нанёс побои бабушке. Правда, от интервью мужчина отказался. В ходе беседы сегодняшней с прокурором он поясняет свои действия, не отрицает факт причинения бабушке телесных повреждений, но вместе с тем отрицает какие-либо угрозы, ограничения и связывает этот конфликт с действиями родственников. Полагаем, что это предмет доказания в ходе дознания. Мы обратим внимание органов ОМВД на несвоевременное проведение первоначальных следственных действий, так как из материалов следовало, что бабушка просила о помощи, стучалась и только при помощи соседей и приглашённых работников МЧС была вскрыта её дверь, оказана помощь. В ходе прокурорской проверки было осмотрено место происшествия и теперь 89-летняя Маргарита Концевая, которая стала жертвой домашнего насилия, может вернуться в свою квартиру, ведь больше троженицы тыла ничего не угрожает. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Леонид Шишилов, Телеканал Север. 10 декабря в День прав человека уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с региональными омбудсменами встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее о встрече в телефонном интервью нашему каналу рассказала уполномоченная по правам человека в Ненецком округе Лариса Сверидова. 10 декабря весь мир отмечал Всемирный день прав человека. И в этот праздничный день региональные уполномоченные встретились с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Встреча была организована федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Николаевне Москальковой. На встрече региональные уполномоченные смогли задать вопросы по ситуации с соблюдением прав человека и гражданина как на всей территории Российской Федерации так и в отдельно взятом регионе. Мы получили ответ и обменялись мнением. Встреча прошла в конструктивном ключе. Огромная благодарность за эту встречу Владимиру Владимировичу и Татьяне Николаевне. А сегодня в Москве прошло заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека посвященного защите прав потерпевших в уголовном и административном процессе. По словам уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, в стране увеличилось количество жалоб на отказы в регистрации заявлений о преступлениях, а также на отказы в возбуждении уголовного дела. Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что систему уголовно-процессуального законодательства необходимо совершенствовать. Также в рамках ежегодной встречи уполномоченных состоялось открытие Дома правозащиты. На открытие Нового дома прав человека приехали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и мэр Сергей Собянин, бывшие омбудсмены Владимир Лукин и Элла Памфилова. В Архангельске в рамках образовательной программы кинофестиваля Arctic Open провели медиасеминары для представителей арктических СМИ. Журналисты-руководители рассуждали на тему стратегии развития Арктики, а также о жизни человека на Севере. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Перед журналистами выступила Марина Горецкая, руководитель пресс-службы проектного офиса развития Арктики. Проектный офис информирует о жизни населения Севера по различным направлениям, а также ведет проектную и грантовую работу. Самый масштабный проект Арктика-2035. Стратегия развития на 15 лет вперед была представлена в 10 регионах, одним из которых стала Архангельская область. Стратегические сессии дали возможность оценить на местах как относятся во-первых, экспертные сообщества на уровне губернаторов, замгубернаторов и правительства области и региона. Также мы создали платформу Арктик-2035, на которой любой житель страны мог оставить свое предложение по поводу того, что войдет в стратегию развития Арктика-2035, которая сейчас разрабатывается Министерством развития Дальнего Востока и Арктики. Также Марина Горецкая рассказала о проектах, которые реализуют организации. Следующим спикером стал Михаил Панков. Кандидат медицинских наук рассказал о том, какие исследования проводит САФУМ. В частности, поднял проблему синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. Причем Михаил Панков подчеркнул, что эта проблема не только с севером. Результаты наших исследований показали, что при таких нарушениях, как дефицит внимания, гиперактивность, импульсивность, регистрируется снижение нейроэнергометаболизма во фронтальных отделах коры головного мозга, связанных с реализацией экзактивных или исполнительных функций. Это контроль поведения, целенаправленная деятельность, а также снижение нейроэнергометаболизма в затылочных отделах коры головного мозга, связанных с зрительным контролем. По результатам исследований возник интерес к способам немедикаментозного лечения синдрома у детей. В данный момент исследования продолжаются. На медиасеминаре также был рассмотрен вопрос о необходимости создания научно-образовательных центров в стране. Создать принципиально новую структуру научно-образовательных центров, где бы как раз выполняя практические задания от индустрии, развивая таким образом индустрию и продвигая науку, готовить кадры новой формации и соединить в единое целое не только государственные вузы и корпорации, но и частный бизнес. В завершении медиасеминара представители СМИ из Мурманска, Нинецкого и Ямал-Нинецкого округов, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Карелии, Плесецкого и Холмогорского районов Архангельской области, а также зарубежные корреспонденты из Швеции и Финляндии обсудили вопросы, касающиеся жизни человека в Арктике. Мы приглашаем на медиасеминар экспертов, это и ученые, и журналисты, и политики, представители власти, и ведем диалог о том, чем и как живет Арктика, и что надо сделать для того, чтобы нам, жителям Севера, жилось здесь хорошо, но не хуже, чем в средней полосе и так далее, чтобы к нам сюда приезжали люди, чтобы люди, которые здесь живут, не хотели уезжать. Напомню, медиасеминар прошел в рамках третьего международного кинофестиваля Арктик Оупен. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север. На заседании комиссии по социальной политике депутаты обсудили оказание зубопротезной помощи жителям округа. Ранее эта тема подробно рассматривалась вместе с общественными организациями и Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа. В настоящее время на территории округа предусмотрена компенсация расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего поколения. Право на получение выплаты имеют граждане, постоянно проживающие на территории округа. Выплата предусмотрена женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 55. Изначально, когда эта мера поддержки принималась, то компенсация составляла 7,5 тысяч рублей. Были большие ограничения, в том числе по материалу, который можно было использовать, где эту помощь можно было получать на сегодняшний день. С момента ее реализации эти условия претерпели изменения и на сегодняшний день есть лишь одно ограничение, это размер помощи, который можно получить. И эта помощь единожды получается, но в совокупности до 30 тысяч рублей. В 2017 году 307 человек получили компенсацию на общую сумму более 9 миллионов рублей, а в 2018 году уже 527 человек на сумму 12 миллионов рублей. Депутаты рекомендовали профильному ведомству изменить порядок и условия предоставления компенсации расходов на зубопротезирование. Дополнительную компенсацию будут получать ветераны боевых действий и инвалидов, независимо от возраста и группы инвалидности. Также предложено установить периодичность получения выплаты один раз в пять лет. Если рассматривать эту цифру независимо от возраста и группы инвалидности, это и ветераны боевых действий и инвалиды, то один раз в пять лет, если предоставлять, то понадобится 19 миллионов рублей, один раз в семь лет понадобится 13 миллионов рублей, один раз в 10 лет понадобится 10,5 миллионов рублей. Если бессрочно, то понадобится 47 миллионов рублей. По предварительным данным профильного департамента, компенсацией могут воспользоваться более 800 человек в год, на что ежегодно из окружного бюджета потребуется 19 миллионов рублей. Как заверили представители департамента, соответствующие изменения в госпрограмму по компенсации расходов на зубопротезирование разработаны. В настоящее время идет предварительное согласование в профильных ведомствах. В микрорайоне авиаторов открылся продуктовый магазин «Мясной стандарт». Теперь продукцию Наринмарского мясокомбината жители многоквартирных домов могут приобретать в шаговой доступности. Новый микрорайон по праву можно назвать одним из самых густонаселенных. Многоквартирные дома здесь появляются как грибы после дождя, а вот с магазинами дела обстоят куда сложнее. Жительница микрорайона Светлана Матвеевна признается, раньше за продуктами приходилось ходить на большие расстояния. Теперь товары первой необходимости можно приобрести в шаговой доступности. Сейчас все есть, можно пойти купить. Уже не надо набираться по многу. Ну, сколько надо купил, на день, на два, допустим. В этом отношении очень хорошо. Да и уже вот по такой погоде, как сегодня, ходить вообще очень тяжело. Не только что, ну, это самое старое. Ну и молодые, наверное, тоже падают. Поэтому очень рады, что открыли этот магазин. Основной ассортимент магазина представлен продукцией Наринмарского мясокомбината. Кроме того, здесь можно приобрести и сопутствующие товары. У нас программа развития торговой сети не просто реализовывается, не только в части экономического развития, но как поручал мне в начале моей деятельности губернатор Александр Витальевич, это чтобы было и экономически правильно, выгодно, и в то же время, чтобы для населения это было доступно, удобно. То есть в шаговой близости должно быть у них всё, всё удобство. Ну а главное – обеспечивать наше население, население города хорошей, качественной, вкусной продукцией. Магазин сейчас работает каждый день, кроме воскресенья. Как отметил гендиректор Акционерного общества, при необходимости режим работы торговой точки изменят. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Определены победители интернет-конкурса «Поющие голоса». В номинации «Самый оригинальный выбор песни» для перевода на Ненецкий призовые места достались нашим землякам Александре Фоминой и Серёже Дедушкину. Конкурс каверов на ненецком языке стартовал в социальной сети ВКонтакте 1 октября. Его идейным вдохновителем стали активисты Комитета по делам малочисленных народов Севера Ямала-Ненецкого автономного округа. Елена Неркага вместе с единомышленниками обратилась к депутату Законодательного собрания Ямала. Эдуарду Йонгаду за поддержкой. Было определено компетентное жюри конкурса. Кроме того, было проведено народное голосование на приз зрительских симпатий. Конкурс каверов на ненецком языке, объявленный в социальной сети ВКонтакте активистами из Ямала-Ненецкого автономного округа, нашёл горячую поддержку в нашем регионе. Свои работы на конкурс представили более 10 участников. Сольные групповые проекты. Идея конкурса родилась после того, как Елена Неркага услышала песню Стаса Михайлова на ненецком языке в исполнении нашего земляка Олега Пырерка. Количество участников конкурса «Поющие голоса» перевалило за три десятка. Только жителями ненецкого округа было представлено более 10 работ. Все они, безусловно, заслуживают внимания. Победители определяли в трёх номинациях – за вокальное исполнение, за оригинальный выбор песни и приз зрительских симпатий. Это и профессиональные коллективы, и исполнители-любители. Главным условием конкурса было исполнение известной песни на ненецком языке. Пожалуй, самой оригинальной стала заявка на участие от Александры Фоминой, жительницы Нарьинмара, сотрудницы этнокультурного центра. Александра стала победительницей в номинации за оригинальный выбор песни. Почему именно «Лабутене»? Потому что я первоначально не думала, что я займу какое-то место вообще. Первоначально мне просто хотелось сделать какой-то клип. Я понимала, что это будет клип. И чтобы в этом клипе было как можно больше отражено ненецкой культуры. В частности, одежда, чтобы чум был, нарты, чтобы антураж такой был, да, национальный колорит полностью присутствовал. Клип на кавер популярной песни Александра сняла всего за полтора часа. Всё практически с первого дубля, уточняет исполнительница. Поддержку оказали специалисты Дворца культуры Арктика, этнокультурный центр, туристический центр. Ольга Латышева помогла с переводом. «Самая главная цель, которая была, да, то есть она была всё-таки, чтобы посмотрела как можно больше людей. И чтобы, я хочу, чтобы наша молодёжь, она говорила, не стеснялась и разговаривала на ненецком языке. Та, которая умеет, а та, которая не умеет, тянулась к родному языку и начинала. Если не говорят, хотя бы, ну, хотя бы не надо, надо всё равно какую-то, да, высшую планку, чтобы принимали больше участия». Ещё один самый юный участник конкурса из ненецкого округа – Серёжа Дедушкин. Он живёт в посёлке Красное. Жюри присудило ему за исполнение кавера песни «Священная война» третье место в номинации за оригинальный выбор. Все участники конкурса получили дипломы и небольшие подарки. Кроме того, планируется выпустить песенник с переводами. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это всё, о чём мы успели вам рассказать к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры делал DimaTorzok